Совсем как в фантастических фильмах. Один из основателей Гугла направил открытое письмо сотрудникам и инвесторам. Призывают задуматься об опасностях искусственного интеллекта. Какие угрозы он видит, выяснял Дмитрий Анопченко. Разработки искусственного интеллекта, когда компьютер не просто выполняет задачи, но при этом способен думать, творить, самостоятельно принимать решения, идут сейчас невероятными темпами. Эти системы уже расшифровывают звук, когда мы диктуем, занимаются машинным переводом на сотни языков, очень широко используются в медицине для диагностики. Но один из основателей Гугла, Сергей Брин, он сейчас возглавляет холдинг Alphabet, прислал акционерам письмо вовсе не с описанием будущих грандиозных прибылей. Он призывает больше говорить об угрозах. Пишет, жизнь сейчас настолько переплетена с современными технологиями, что пришло время максимальной ответственности и максимальной предусмотрительности. И задает конкретные вопросы, над которыми мы с вами пока что не задумывались. Как эти технологии повлияют на занятость? То есть не приведут ли к чудовищной безработице, когда функции тысяч людей сможет выполнять один только умный компьютер? А как мы вообще сможем понять, что у таких систем на уме? Безопасны ли они? И могут ли манипулировать людьми под видом того, что помогают? Что интересно, Брин в этих заявлениях не одинок. Тот же Билл Гейт из Майкрософт не устает повторять. Уже через несколько десятилетий искусственный интеллект станет настолько сильным, что превратится в повод для беспокойства. Тот же основатель Теслы Илон Маск уже сейчас категоричен. Дескать, разумные машины более опасны, чем ядерное оружие. Говорит, технике не подвластны человеческие эмоции. А значит, никто не знает, каким умозаключением придут роботы. И не захотят ли избавиться от людей? Так что предупреждений множество. Но те, кому они предназначены, настолько увлечены преимуществами, которые дают новые технологии, что вряд ли их услышат. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.